Скандальный российский актер и бывший священник РПЦ Иван Ахлобыстин желает смерти простым украинцам. Известный расист не только публично призывает убивать наших соотечественников, но и готов это делать своими руками. Такое счастье, с Божьей помощью, война с язычниками этими. Мы взорвем этот мир, мы всех убьем. Кровожадный актер прославился в Украине благодаря роли доктора Быкова, самодура и циника, при этом замечательного врача, в сериале «Интерны». Но в жизни Иван Ахлобыстин оказался еще более токсичным. Российский актер находится в списке людей, которые несут угрозу Украине. Он фигурант миротворца и один из самых ярых пропагандистов Владимира Путина. Нам навязали, что мы не должны гордиться своим президентом. А что это, если он достойный человек? Мне нравится такой президент. За что же Ахлобыстин желает смерти украинцам? Сейчас все расскажем. Всежизнь священнослужителя и актера – это борьба. То он борется против геев. Я не против геев, я против гомосексуализма. То против алкоголизма. Тут как раз ничего плохого нет. Но главная битва Ахлобыстина против украинцев. Крым наш? Все наше. Иван Ахлобыстин поддерживает путинский режим. Ведь считает, что такого государства, как Украина, просто не существует. Мы – это они. Только южный вариант. Еще за год до полномасштабного вторжения России в Украину, Ахлобыстин воодушевленно делил независимую Украину на части. Практически как торт. Так с Луганском и с Донецком – это очевидно наши люди. И мы в большом долгу перед ними. Что касается Западной, от нее надо жестко отделиться. Не надо дикости никаких себе позволять. То есть не надо уподобляться им. Революция там. Можно им Киев оставить? Жалко, конечно. Но вряд ли наша на Украине. А в интервью пропагандистке Диане Кади он еще в августе 21-го года призывал Путина бомбить города и убивать украинцев. Просто надо вводить войска. И не обращая внимания на весь остальный мир, на всякий случай, пооткрывать шахты все ядерные. Блин, ну а чего? Ахлобыстин как в воду глядел. Только вот не учел один нюанс. Героические украинские военные готовились к приходу русских. Поэтому Киев не взят. И украинская армия третий месяц героически громит вторую армию мира. С нервным смехом от злости Ахлобыстин вместе с женой якобы собрался на фронт в Украину. Путинист вроде бы готов умереть за расизм. Этот украинофоб рассчитывал, что захватить Украину удастся очень быстро и тихо, как это было в 2014-м в Крыму. Но тогда Украина не имела сил сопротивляться. Защищать Крым от фашизма, от бандеровщины. Пока Россия нападала скрытно и врала всему миру, что российских войск на Донбассе нет, Ахлобыстин открыто поддерживал убийства тех самых детей Донбасса, о которых так много говорит российская пропаганда. Ведь вся ответственность за горе на оккупированных территориях лежит именно на русских, которые пришли на украинские земли с тем самым русским миром. Я всегда был сторонником, ярым сторонником идеи русского мира. Я с восторгом приветствовал русскую весну. И Донецкая народная республика на данный исторический момент – это оплот русского мира. За отыгранные роли в фейковой республике актер даже удостоился почестей. Правда, тоже фейковых. Получается папа гражданин Донецкой народной республики. Последняя цифра серии пятерка. Вам, Иван Иванович, Ахлобыстин. У Захарченко мне вручал паспорт, очень хороший человек был. Его любили, плакали, когда убили его, искренне плакали. Потом я действительно считаю, что у них было право на такую автономию, потому что там русскоязычное население – раз. Во-вторых, это Донбасс, это надо знать еще крепкий характер. Правда, тогда риторика про автономию была всего лишь ширмой. Амбиции России были, есть и будут уничтожить Украину. И истребить всех украинцев. Правда, что слухи ходят, что вы говорите, что надо всех убивать там в Киеве. Говорят, да вы что, с ума сошли? А другое, что в Одессу, я надеюсь, в Одессу, да, это я написал. Вот что писал актер про Одессу еще в 2014 году. Всем спокойных. Надеюсь проснуться и узнать, что войска РФ подходят к Одессе. И, кстати говоря, за кровожадность к бывшему священнику зритель принес бутылку с настоящей кровью. Иван Иванович жаждет крови украинского народа. Он постоянно говорит о том, что необходимо захватить Украину. Он хочет, чтобы все погибли украинцы. Правильно же вы это написали? Да, что я оставлю. Кровь тебе получил. В 2022-м Охлобыстыд рассчитывал, что его надежды наконец-то осуществляться. Но ни Киев, ни Одессу российские войска так и не сумели захватить. За три месяца войны Вторая армия мира не имеет крупных побед. Так что скоро и Донбасс, и Крым, и другие временно оккупированные украинские территории обязательно освободятся от русского мира, как от чумы, которая несет смерть.